Сильнейшие атлеты России и ближнего зарубежья приехали в Сочи, чтобы помириться с силой. Все они победители всероссийских и международных турниров. А вот в нашем городе к такому составе впервые. Богатыри, стронгмены, то есть силачи, скажем так. Люди, которые обладают от природы талантами. Люди, которые развивали эту силу на протяжении многих лет. То есть в основном это профессиональные спортсмены. Борцы, пауэрлифтеры, тяжелоатлеты, ну и одаренные ребята. Этот вид спорта включает упражнения, которые характеризуются сложностью, требуют выносливости и даже взрывной силы. Привлекло тем, что очень многогранен спорт, очень интересен, то есть нестандартный. То есть здесь не только сила, здесь выносливость, техника, определенные умения функциональные. То есть много разнообразия в своих предметах. То, что это интересно, это азартно. То есть тут очень проявляются все боевые качества мужчины. Ограничений нет ни по весу, ни по возрасту. Полностью абсолютная сила проверяется. Не важно, сколько тебе вес, сколько ты весишь. Только сила и скорость. Руслан Кустовой занимается стронгменом около 10 лет. Иван Глинов только два года. Но во время проведения гантельной эстафеты оба показали одинаковые результаты. Ограничились гантели весом только в 90 килограммов. А вот сочинец Никита Орлов, уже будучи чемпионом Москвы в прошлом году, сам весом 100 килограммов удивлял зрителей, которые активно поддерживали его и настраивали на лучший результат соревнований. И вот он готовится подойти к гантели весом 110 килограммов. И фиксирует. А это сегодня лучшее достижение. В этом виде спорта нет стандартов. Вот, например, так называемая фермерская прогулка с баллонами, каждый из которых 120 килограммов, необходимо было пройти дистанцию в 40 метров с разворотом за одну минуту. Побеждал тот, кто приходил первым. Почти все упражнения отличаются оригинальностью. В этом виде спорта считается, что хороший силач может приложить свою руку к любому снаряду. Грина Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.